Сегодня я буду жесток, но ради вашего блага. 10 причин, почему вы не успешны. Цель сегодняшнего видео не в том, чтобы обидеть, а наоборот, дать вам советы. Так вы из среднячка превратитесь в потрясного. Когда вы поймете определенные черты характера, некоторые особенности, которые гораздо важнее, чем другие, и сфокусируете на них большее внимание, вы быстро перескочите из среднячков в супермены. Вот в чем цель данного видео. Серая масса сосредотачивается на том, что перед ними. Успешный человек концентрируется на том, что действительно важно. И это огромная разница. Что происходит, когда вы просыпаетесь утром? Вы проверяете почту, включаете телевизор, смотрите новости, и в таком случае вы начинаете разрываться. Что здесь произошло? Я должен посмотреть это, или вот это. Это ужасно. У вас скопилась почта, вам все равно нужно ее разобрать. Хотя это нужно было сделать на прошлой неделе, и вы начинаете суетиться. Что здесь важно, так это ваше понимание того, что в вашей работе есть очень важные дела, на которых необходимо сфокусироваться. Поймите, что большинство информации вокруг вас – это шум. Да, просто шум. Отстранитесь от этого. Вам необходимо самому определить, какие у вас приоритеты. Используйте матрицу приоритетов. Я рассказывал о ней ранее. Вам нужно идентифицировать, что поистине важно. Срочно, но не важно. Это социальные сети, новости, все эти ненужные приложения, которые вам хотят навязать. Вы можете сказать им нет. Да, вы спокойно можете от них отказаться, просто сказав даже своему боссу. Просто скажите, что занимаетесь нужным проектом, а подобные вещи сильно отвлекают. Так вам будет лучше. Поймите, что вы должны расставлять приоритеты. Если вы научитесь это делать, все будет складываться в вашу пользу. Второе качество. Обычный человек продуктивен, успешный, эффективен. Большая разница. Потому что вы можете быть продуктивным в делах, которые ничего не значат. Сколько из вас реально хороши, продуктивно в интернет-переписках? Позвольте спросить, сколько вам платят за ответы на сообщения? Большинству из нас платят не за то, как хорошо мы отвечаем на сообщения. Да, хорошо, когда ответил, и у тебя ноль во входящих. Но это ли самое эффективное использование времени? Знакомьтесь, принцип Паретта. Он гласит, около 20% работы приносит 80% результата. И далее, о чем не каждый задумывается, из этих 20% также работает отношение 20 к 80. Так 4% работы обеспечивают 64% результата. Всего такое малое количество работы возместится вам большим урожаем. Далее, обычный человек видит свой уровень как финишную линию. Успешный человек видит свой уровень как отправную точку. Он понимает, что его образование, саморазвитие никогда не закончатся. Это может показаться очень трудным, но я считаю, что это чудесно. Пусть вы закончили не самый лучший колледж, может даже его не закончили, или не закончили даже 11 классов, но вы можете догнать и перегнать остальных, если будете постоянно, непрерывно собой заниматься. А здесь уже широкий простор для действий. Четвертая характеристика. Обычный человек делает ничем не примечательные вещи. Успешный человек фокусируется на том, что выше, за гранью обыденного. Это не значит, что будет легко, но когда вы этого достигнете, вы будете лучшим, вы начнете выделяться. И я знаю, что многие спросят, Антонио, как я могу этого добиться? У меня нет времени, у меня едва хватает времени сделать мои обычные дела. А способ этого достичь? Начать говорить «нет». Опять же, вам нужно расставлять приоритеты. Вы должны понять, что не можете сделать все. И так как вы не можете сделать все, у вас появится больше времени, чтобы сфокусироваться и сделать лучше то, что вы уже делаете. И вдруг, вместо обыденных вещей, едва подходящих по стандарту, и вдруг, вместо обыденных вещей, едва подходящих по стандарту, вы становитесь тем, кто переходит на новый уровень. Пятая характеристика. Обычный человек слышит, что сказали. Успешный человек слушает, что ему говорят и пытается понять человека. Это огромная разница. Большинство из нас, когда мы слышим кого-то, то ждет наша очередь высказаться. Не будьте таким. Вместо этого, начните действительно слушать человека. Поймите смысл его слов. Фактически, если он попросит вас обобщить все, что он говорил, вы должны быть способны это сделать. Конечно, этого не будет в разговоре, но понимаете человека, ситуацию, в которой он находится. Когда вы научитесь это делать, вы перейдете на новый уровень. Это эмпатия. И тогда у вас появится эмоциональная связь. И тогда вы перейдете совершенно на новый уровень. Вы будете великолепны. Обычный человек делает то, что его попросят. Успешный человек берет инициативу в свои руки и совершает поступки. Вы знаете, как выглядят эти люди, нагруженные проблемами. У них проблемы дома, проблемы в компании. Они могут просто их исправить. Но никто не просит его это сделать. И когда вы спросите его, почему ты этого не делаешь? А мне никто не сказал. Понимаете, проблема лежит прямо на поверхности, но он не проявляет инициативу. Если вы хотите заслуженного повышения, вам нужно быть наголову выше остальных. Вас должны знать в компании. Я вам говорю, парни и девушки могут спокойно подниматься по карьерной лестнице, будучи движимой инициативой. Седьмая характеристика. Обычный человек загнут врасплох, тогда как успешный подготовлен. Так как подготовиться? На это нужно потратить время и усилия заведомо до чрезвычайного события. И подготовка не всегда оправдывается, поэтому большинство людей этого не делают. Ведь вы можете быть готовым к природной катастрофе, вы можете подготовиться к своей работе в компании, может у вас есть запасной вклад в банке или дома какой-то неприкосновенный запас, которым вы никогда не пользуетесь. Но я вам говорю, что вам необходимо иметь этот неприкосновенный запас. У компании бывает очень трудный период, и если у вас нет запаса денег, вы можете остаться без штанов. И нужно понимать, фигня случается, и вы даже представить не могли, к чему готовиться, но к большинству проблем могли бы. И лучше позаботиться заранее, обследоваться заранее. Существует несколько видов страхования, здоровья, жизни и навалидности. Восьмая характеристика. Обычный человек всегда знает, кто точно виноват. Успешный человек берет ответственность на себя. Я понимаю, что некоторые вещи за гранью нашего контроля. Природные катастрофы. Случается так, что компания может рухнуть так, что теряется работа. Я не говорю, что нужно брать на себя вину за все. Но если человек все время перекладывает вину на других, это служит якобы оправданием. Но таким образом, человек попадает в ментальную ловушку. Но если остановиться и подумать, вы можете сказать, мне нужно было быть более подготовленным. Так со временем вы будете способны влиять на события. Но совсем другое дело, если вы скажете, подняв руки, я ничего не могу с этим сделать. Это все здесь. Просто возьмите на себя ответственность и скажите, я не попадусь в эту ловушку еще раз. Я могу развиваться. Я могу все поменять. Я могу совершить нужные действия. И тогда вы поймете, что у вас есть силы, у вас есть контроль, чтобы поставить себя в лучшее положение. Девятая черта. Обычный человек делает все. Успешный человек делает все постоянно. Вы можете сделать дела, но также можете иногда опаздывать. Иногда сделаете раньше, но эта динамика довольно неустойчивая. Проблема в том, что люди видят время, которое они упустили. И порой доходит до крайностей. Очень рано, слишком поздно. Такие случаи должны приравниваться к нулю. Поймите, что такие вещи должны равняться нулю. Люди представляют, что это не зависит от них. Но просто они не постоянны. Лучше всего укладываться в нужное время. Хотя иногда хорошо сделать раньше. Тогда люди осознают, что вам можно доверять. И они могут зависеть от вас. Когда я принимаю решение насчет кого-то, уволю я его или найму на работу, я всегда обращаю внимание и выбираю постоянство, чем беспорядочность. Обычный человек ищет мгновенного вознаграждения. Успешный человек получает отсроченное вознаграждение. Он может подождать. Он терпелив. Итак, классическое исследование с маршмеллоу. Группа детей трех-четырех лет в комнате с маршмеллоу. Им сказали, если вы подождете 15 минут, мы дадим вам две зефирки. Просто не ешьте зефирки сейчас. И через 15 минут вернулись в комнату. Скажите, сколько детей съели маршмеллоу? Это исследование 20-30 летней давности. И какие были сделаны выводы? Дети, которые проявили терпение, подождали эти 15 минут. Они отвергли мгновенное наслаждение этими зефирками. И подтвердили первое предположение о будущем успехе. Что они прекрасно закончили колледж, создали отличную карьеру. Все это под влиянием такого мышления. Это то, чему стоит научиться, чему нужно практиковаться. Практиковаться с некоторыми ограничениями. Например, я могу потерпеть и через пару лет накоплю на новую машину. Я могу копить еще пару лет и куплю дом, который будет больше и лучше. Так я смогу улучшить свою кредитную историю, повысить свой рейтинг, если не буду занимать. Подобная схема работает почти во всем. Просто, что вы можете получить позже, чем делать это сейчас. Вы заслуживаете большего. Поймите, тут никакой хитрости. Вы должны заработать на то, что хотите приобрести. В таком случае, вы заслуженно возьмете это и будете в самой сильной позиции. Итак, учитесь отстранять мгновенное вознаграждение. Напишите в комментариях, что я упустил, что бы вы хотели добавить в это видео.